красивый мужчина нравится персонаж который заходит в рулетку и ничего не говорят с ними тоже поздоровались мало на тишину о чем-то будем говорить или вы так зашли повтыкать бородой своей покрасоваться ну длинная круто что поделаешь по сути удлиненная испанелка здравствуйте здравствуйте извините я другое смотрю очень страшно бывает о чем-то поговорим надо говорить это же рулетка чат общение а ну давайте поговорим здесь самом деле никто не запрещает разговоре и так поступает ваш президент и будем разговаривать и все очень смешно о чем поговорим политика и старе войны давайте кто виноват россии или украины сейчас сейчас задаю вопрос ну по мне так украина в чем вина скакалась бесконечно выкрикивая делая гадость я услышал вас с какого года начали когда прыгали что печали можете это мы это я услышал да хорошо шаблонная фраза которые все слышали на вопрос да 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 конечно 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 хорошо следующий вопрос у меня под когда кричали про москву и кому обращались непосредственно к москве москве российской российской то есть рабчая обращались только нас к московскому городу я вопрос задаю можете ответить просто я поясню давайте конечно смотрите так так вот это слушаю вас 14 года началось там мы сейчас прямо и говорим мужчина с тема скакивать не нужно не мы по мы про мужчинам мы игра кто такие москве кому обращались я говорю я и говорю кому обращались под москвами кого имели ввиду под москвами просто ответьте все ну вы можете ответить я прямо кого имели ввиду под москвами всех жителей россии понял можете пожалуйста сделать то что не делал ни один россиянин до вас что что ввести в поисковой системе следующий запрос просто все россияне боятся основном а вы будете возможно первым называется россиянин на майдане и видите пожалуйста россиянин на майдане доведите просто как через поисковую систему я только стал сделать сделать просто то что боятся сделать все но чтобы развеять ваше заявление узнать правду вы хотите узнать правду вы хотите узнать правду вы хотите узнать правду вы слышите меня вы хотите вы хотите знать я хочу за я задаю вопрос вы хотите знать нет просто правду не мою не ваша просто правду вы хотите знать правду вы хотите рассказать свою правду нет хотите нет я хочу чтобы вы узнали правду ваша правда да не гори ты хочешь ты хочешь знать правду тебя хочу знать правду ты хочешь знать правдуrum ты хочешь знать правду ты хочешь знать правду знать правду ой как виляет мой как виляет пусть еще съехал с тема брать почему ты это самый ты хочешь знать правду на 1 перешел там не ради бога ради бога не включить не включить видео вместо тебя не включить видео вместо тебя не кричи то есть видишь видишь как ситуация видишь как ситуация повернулась я заранее специально тебе предложил ситуацию следующую готов ли ты сделать то чего боятся все россияне в общении в рулетке когда обсуждают непосредственно ситуацию там четырнадцатом году когда кричали про москве игру все россияне боятся есть давай ты включишь не боишься и все распростите мужчина здрасте общаетесь обо всем политика история войны можно о войне поговорить кто виноват войне россии или украины в любом конфликте виноваты двое в чем вина россии то что не удержала свои амбиции могла бы промолчать но не стала промолчать в чем промолчать в том что закрыть глаза на донбасс что имеете ввиду под закрыть глаза на донбасс не помогать им никаких действий не помогать кому донецк луганск чем заключалась помощь не понимаю ты реально не понимаешь реально не понимаю вы же все говорили то что мы там бы ты веры даю оружие даю нет мы все это всем говорил что там присутствуют российские войска которые фиксировались где хоть один один документ и же оба си они же документы фиксируют покажи пожалуйста где написано что 2015 год резолюция парламентской ассамблеи оба си а может сейчас как-то это показать рассказать даме кого словно нибудь да открываю сейчас зачитываю страницу назвать хельсинская декларация резолюция принятая парламентской ассамблеи оба си на 24 ежегодной сессии хельсинки 5-9 июля 1024 хельсинская декларация резолюция приняты на парламентской ассамблеи оба си на 24 ежегодной сессии хельсинки 5-9 июля 1015 года резолюция говорит что такое что такое резолюция знаешь что-то написано открываем 28 страниц 28 страница подпункта резолюция продолжение очевидных группах и неисправимых нарушений российской федерации обязательств в рамках оба си и международных норм 25 пункт призывает российской федерации остановить поставки перемещения тяжелого вооружения боеприпасов подразделения российских вооруженных сил и наемников через российского российской границы восточной украины наемники еще раз читает наверное после слова наемники вырубил у тебя в себя всю память остановить поставки перемещения тяжелого вооружения боеприпасов подразделений российских вооруженных сил то есть там были российские вооруженные силы резолюция 15 год также 17 также 19 что же об этом никто нигде не показал нигде не рассказал об этом постоянно рассказывали просто в вашем позвонном поле об этом умолчилось также на сайте совета европейского союза на сайте совета отдельная рубрика 20 страниц расписанных санкций наложенных на россию за нарушение непосредственно договоренности с украиной о перемирии подписанного 1 сентября 14 года там часть закрыл часть за донбасс так снова возвращаемся вопроса тогда заново а какой все-таки что должна была закрыть россия глаза если россия вела войска на территорию украины не выводила на протяжении в 8 лет я считаю что войск там не было ты можешь стать что угодно но международные документы говорят обратно ну я еще не смотрел может быть там чего-нибудь и тому ты не смотрел у тебя было 10 лет чтобы посмотреть человек 10 лет ну хорошо 9 все-таки 15 года ну да то что ты не смотрел это же как вы не мои проблемы вы не мои тоже нет как раз твои проблемы потому что почему потому что ты меня пытается что-то утверждать совершенно в этом не разбираюсь какие счете попытки есть аргументировать вторжение россии я объясню ничего это не объяснил ничего не объясню туда пришли за донбасс за какой донбасс за не зачастую такого государства как лнр днр до 2022 года они не упоминались ни в одном из документов от слова совсем а 2015 и 22 году россия нарушила свои законы и международные законы скоро буду назвать назвать резолюции которые россия нарушил двадцать втором году называют давай назову резолюция 33 14 раз резолюция 36 103 2 51 статья совет генеральной ассамблеи о здорово я правда не понял про что ты говоришь не понял еще как же ты пытался методически не понимаешь это все сразу неудобно и не надо мне что чем-то зачем мне в этом разбираться так вот бодро начал так что-то рассказать почему такой на серьезных щах а потом так это ну я же да не читал я же да не знаю но мне зачем я потом почитаю но сейчас я как бы буду продолжать эту тему гнуть но я же этого не читал поэтому я буду делать его продолжать гнуть потому что я такой да 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 и при этом ты сейчас продолжаешь утверждать вот нормальный бы чувак нормального чувак услышать сказал такой я могу быть не прав я перечитаю потом вернусь к этой теме вот и все равно как обычно обычно типичные русские продолжают гнуть свои линии красавчик обычно русский обычный копан шовинист с идеологией ревеншизма вот поэтому такие как ты там на украине находятся для этого туда и заходят чтобы прорезли по смолению но вот его тебя раскрылась твои стены дышать лучше раскрылась естина ты powered россии да я подойден россии 12 что за ней такой ну считается день независимости россии никогда uni gluttony зависимости россии нет ни одного документа который называл от ним независимость день день россии называется но тогда на к не была документа день россии день независимость никогда день россии хорошо когда он стал днем россии точно не знаю когда первое упоминание было что нет когда стал днем россии первое упоминание об этом когда он стал или что у вас есть 112 статья трудового кодекса о государственных праздников когда утвердили я вообще не гугли ничего чувак не так это что я страна ты же патриот тебе достаточно знать что твое государство вторгласен они пришли это поддерживаешь а международные законы как только ты узнаешь что там законно обламываю твою методичку тебя не сразу становится неважно хочешь расскажу хочешь расскажу как будет дальше я тебя пошлю да скипну ты после этого не откроешь ни одного документа вот который я тебя назвал потому что тебя глубоко по на это и следующему украинцу который стоит будешь стирать ту же самую правильно не хочешь будем стирать хочешь не будем стирать тут каждый правил тут каждый правило я понял последний вопрос и я пойду туда сколько будет 7 на 13 а для чего ты мне этот вопрос задаешь спасибо спасибо мужчина желаю да видели с вами когда-то меня андрей зовут я из ростова ростов на жану вы откуда будете молодой человек и ян харьков понятно это на это на реке харьков если что я знаю но вы сказали на чем проснул я понял кто основал город вам историю харькова сказать да согласно арабским в письменам существовал в пятом веке нашей эры город харьков по имени отца сестры аттилы кунского главы того времени вождя гунов означало значение город принцессы согласно летописным изданием порядком где-то с 9 по 11 век был древний славянский город донец потом там был город шарукань или харукань каждый по-своему читать это половецкий город затем из того что известно на этой территории 17 веке богдан хмельницкий вырабатывал селитру а попозже уже московском царстве решили дать ему статус города в честь реки который он был назван назван город харьков основан когда и кем ни кем ни кем и никогда города такого возраста ни кем не основаны что читай что там написано читай кем основан харьков город на северо-востоке украины так-то важный промышленный так 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 и кем основан давай кем основан читай я понял это википедия кем основана я понял это википедия кем основана основан википедия для википедии кем основан столица ну давай википедия для википедии к в источнике обоснован давай источники кем основан так и что административный центр слободских козавских полков прекрасная ты читаешь википедия кем основан пытался поумниться сам не знает где что да ладно ладно ну ты тоже начал там какую-то ахинею нести я нет но если ты открыт но если ты открыл википедии то ты можешь почитать на википедии так кем основан энциклопедия для энциклопедиков до википедии так кем основан рождение харькова ну кем основан харьков подвичи одессы или болтавы ничего подобного нет город и его окрестностей упорно забывали историю а теперь я уже полчаса жду ответы придется помоги вывози ты же пытался поумничать давай давай умничай кем основан я тебе сказал что он никем тебе сказал что он никем нет не арабы а ираноязычные народы так кем основан город понятно но кем основан но кем основан что ты тоже до уезда дошел это уже позже ты перепрыгнул уже на восемнадцатый век ну да ты перепрыгнул а кем основан ну давай давай ты же такой умный считай что умнее меня слушай а ты просто такой читаешь себя умным на самом деле тут знаешь что на тебе вопрос есть конечно 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 ты не можешь мне назвать потому что ты сам так меня вопрос тебе и сможешь ответить можно мне вопрос задать вот есть такой документ книга большому чертежу где первый раз упоминался река харьков в честь которой он назван а может мне сказать каком году и где она была написана так а что-то не пытайся про харьков рассказать хорошо кто-то вы иван сирко хорошо хорошо давай другое 2 вопрос снова снова про харьков кто такой иван сирко хорошо следующий другой вопрос про карьков когда была основана крепость мерепи так что ты мне пытайся рассказать я тебе просто хочу рассказать откуда ну так расскажи мне до сих пор не рассказал как и ты мне не рассказал ты мне рассказал про каких-то иранцев это бред сумасшедшего нет ну так ты же мне хотел сказать где когда основан харьков и кем но когда и кем основан харьков когда и кем основан харьков решением первого романова почти два с половиной века российского государства только предусматривал как своим южным когда и кем основан харьков когда и кем основан харьков атоман иван кривошлый таким основан харьков атоман иван кривошлый таким основан харьков атоманом кривошлый там что-то написано прочитай еще раз прочитай еще раз город на руси называемый средневековых арабских и персидских источников харьков опа опа читаешь то что я говорю тебе потому что получается обычно и потому что ты начинаешь читать не то что я тебе сказал и подтверждаю сейчас мне мои же слова мне даже не никаких ссылок прикреплять не нужно ты сам начинаешь спасибо лопа сапчик я тебе читаю город на руси так 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 существо вашей начале на полгода официально дата основания 1603 так как то основал харьков возраст харькова считается в отличие от киева где 1535 год судым-сюдым как ты мне википедии читаешь а кто основал харьков я же ты говорю русские основали какие русские причем здесь русские к арабам ты же мечтаешь про арабов причем здесь русские к арабам и персам город на руси на какой руси в пятом веке 5 веке было русь а руси когда основана былоиком году никаком году была снова нарус ну погоди если ты говорил что на руси только до снова нарус было ну погоди ты сказал что пятом веке на руси я когда основана руч так смысле не я сейчас скажи так ты мне скажи так ты мне скажи давай расскажи когда снова на русь не не когда снова на русь у тебя уже в пятом веке русь было и читаю что пятом веке на россии когда снова на русь возраст харькова считает в отличие от его не по археологическим находкам и захоронениям не по арабским и булгарским источникам а исключительно по первому дошедшему до наших дней письменному упоминанию в официальных источниках по жалобе на разорение белгородских церковных угодий харьковки харьковскими черкасскими 1654 году и пойменными осталось у меня два осталось осталось то я понял что я понял что ты мечтаешь википедии чак перечитывать википедии не нужно еще раз смотришь тыж мне до этого сейчас сказал во первых ты до этого мне заявил 2 фразы это первая твоя фраза ты не скажет кто основал город харьков ты такими не сказал а второй момент ты не сказал что в пятом веке беларусь когда русь основана я спросил что ты спросил сказал так ты не читай что основал я спросил у тебя ты мне начал бодро говорить да 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 а ты мечтаешь википедии может только честно ты мечтаешь википедия хватит и как во первых титул успокойся чувак во первых успокойся я во первых тебя ничего не должен потому что я тебе ответил на все твои вопросы которые ты мне задал тебя по сути ко мне был всего один вопрос когда и кем основан был харьков я тебе заявил сразу же что информация о том кем он был основан никогда неизвестны эти кратко рассказал историю градации его название у тебя было заявление у тебя было заявление что в пятом веке его основали русские по арабским и персидским записям под на территории руси так вопросик если это в пятом веке произошло на территории руси то в каком году русь основана просто ответ на вопросы все нет погоди кто основал харьков я тебе ответил его никто не основывал но вопрос другом чувак все я тебя пойму меня с тем этот и заскочишь у меня у тебя было заявление что